Сотрудники полиции за неделю проверили 52 иностранных гражданина, 11 привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. Трое выходцев из Узбекистана оштрафовали и депортировали. Профилактическая работа по выявлению нарушений среди иностранных гостей продолжается. Успешно прошли торги по реализации мест для экскурсионных точек в городе-курорте. Предполагаемая сумма пополнения городского бюджета – 12 миллионов рублей. До конца месяца договоры подпишут и на размещение торговых павильонов. Задача администрации города – не допустить несанкционированной торговли и защитить права законопослушных предпринимателей. Предприниматели честно, открыто выиграли и закрепили свое право реализовывать услуги. Таким образом, нездоровые конкуренции – это уже наши обязанности создать равные условия для них. На планерном совещании обсудили вопрос о присвоении новых названий городским улицам. Герои труда и войн – фамилии достойных граждан – увековечат в адресах. На этой неделе, Сергей Павлович, я проведу депоримическую комиссию. Мы давно не проводили. В четверг, с учетом поручений, которые мы давали, присвоение названий улиц. И в первую очередь людям или жителям города-курорта Анапы, участникам Афганской войны, героям труда или России, то есть заслуженным нашим землякам, которых мы должны с вами помочь. Распоряжения для глав сельских округов, памятники, мемориалы и памятные места отреставрировать до понедельника. Бережное и почетное отношение к памяти героев должно отражаться внешне. Внешний вид города-курорта вызвал нарекания мэра Анапы – много работы сделано и предстоит сделать много. Озеленение, благоустройство, ремонт и, главное, порядок на строительных объектах на законной основе. Ежегодный городской бюджет теряет несколько десятков миллионов рублей из-за обмана застройщиков. Оформляют землю под жилые частные дома, возводят гостиницы. Налоги земельных участков под коммерческими объектами из самих объектов в десятки раз превышают те, что платят в казну хозяева гостиниц. Продолжится практика изъятия земельных участков под сельхозназначения у нерадивых пользователей, заросшая сорняками плодородная земля на Кубани – преступление. Людям просто разом. Им неинтересно, чья это земля. Когда он едет и видит, что виноградник брошенный, что все провалено и бурьян по пояс, ему неинтересно. Я не буду стоять и написать таблички, что это краевая земля или федеральная земля, что у нас нет полномочий. Им совершенно все равно. Они нам доверили руководить городом. И мы должны заниматься этим вопросом. Обязаны заниматься. Значит, Светлановы поручаете, как раз людям, которые занимаются у вас, из сельхозназначения, срок я даю пять дней. В понедельник у меня должно на столе лежать до начала рабочего дня. Перечень с фотографией. Начнем с проездных дорог, с наших, краевых, федеральных. На планерном совещании рассказали о новых планах на старых объектах. На территории детской больницы благоустроят сквер. На стадионе заменили кресла в зоне зрителей и болельщиков. И на следующей неделе в городском театре состоится презентация нового городского футбольного клуба «Анапа», созданного по инициативе главы курорта Сергея Сергеева.